Здравствуйте! В эфире выпуск студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. В Страсбурге продолжается работа осенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полностью поддерживает возвращение российской делегации в Совет Европы. Меж тем от участия в деятельности парламентской ассамблеи отказалась Украина, которая таким образом протестует против возвращения России в ПАСЕ. Депутат ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что политические группы разных стран настроены на конструктивное общение с российской делегацией. Ну, во-первых, российской делегации удалось понизить от так называемых срочных дебатов до актуальных, то есть без принятия резолюции, предложения наших оппонентов по дискуссии относительно московских митингов, беспорядков и так далее. Но я, разумеется, употребляю формулу наших оппонентов. Не удалось сделать эту дискуссию стволовой с принятием резолюции. В четверг, конечно, будет некий шум на эту тему. В дискуссии примут участие члены российской делегации. В целом, члены многих политических групп, не скажу, что абсолютно всех, уже настроены достаточно конструктивно по отношению к сотрудничеству с российской делегацией, хотя сделать на этой площадке необходимо еще очень и очень много. Мы ожидаем, что, конечно, в январе с большой вероятностью наши оппоненты могут поднять вопрос о полномочиях российской делегаций. Санкции против парламентариев противоречат самой природе парламентаризма. И уже настало, наверное, время это вывихнутое решение пересмотреть. Это было бы сделать очень рационально в период французского председательства в Комитете министров Совета Европы. В Кемерово за оскорбление должника признана виновной микрофинансовая организация. Коллекторы, звонившие женщине, не стеснялись в выражениях, унижая должницу. Агентство оштрафовано на 25 тысяч рублей. Стоит отметить, что в последнее время микрофинансовые организации стали чаще отказывать клиентам выдачи займов. Это случилось после того, как Центробанк ужесточил условия для рынка. Депутат ЛДП Рыван Сухарев считает, что необходимо вводить обязательные уроки финансовой грамотности для населения. Большая закредитованность нашего населения, как в банках, так и в микрофинансовых организациях, которые есть в принципе везде. И кроме паспорта ничего не надо. И благодаря деятельности этих не совсем чистых на руку деятелей, извините за тавтологию, люди теряют свое имущество, автомобили, квартиры и, собственно говоря, конечно же, деньги. Они платят немыслимые проценты, которых нет в самых, скажем так, хищно настроенных банках. Это 700 процентов годовых, доходит даже до таких цифр. Людей просто обманывают, люди не читают договора, к сожалению, обладают низкой финансовой грамотностью. Но об этом мы тоже говорили, что необходимо все-таки людей обучать в этом направлении необходимые уроки финансовой грамотности, вводить, в том числе, наверное, даже в школах. Потому что люди бездумно подписывают документы, которые решают их дальнейшую судьбу. И, конечно, 700 процентов годовых, ну, это хищническое отношение к нашим гражданам. Это недопустимо. И данный законопроект, в первую очередь, ограничивает аппетиты финансовые этих организаций, микрофинансовых организаций, которые выдают займы нашим гражданам. И люди теряют не только деньги и имущество, но зачастую это все приводит к алкоголизму, к наркомании, ну и к суицидам, то есть к самоубийствам по-русски, если говорить. Это, конечно, недопустимо. И данный законопроект направлен на то, чтобы искоренить вот это зло, которое несут данные микрофинансовые организации в первую очередь ограничить процентную ставку, то есть ключевой ставкой и плюс пятью процентами ключевой ставки. То есть на момент внесения данного законопроекта, таким образом, процент общий получался 15 процентов годовых, но не выше. Это первое ограничение. Второе ограничение касается суммы займа. Так как это микрофинансовая организация, то есть и займ должен быть микро. На наш взгляд, на момент внесения законопроекта, эта сумма должна была составлять не более 50 тысяч рублей. Такая сумма, в принципе, посильна для наших граждан. То есть я не говорю про среднюю зарплату, ну даже минимальную пенсию взять. Ну на протяжении там 7 месяцев человек может выплатить. Конечно, сильно напрягаясь. Но во всем случае это не 700 процентов годовых. И, конечно, ограничить количество раз, сколько он может брать раз в микрофинансовой организации подобного рода займ. Один раз в 6 месяцев предполагает наш законопроект. И, конечно, исключить любые залоги имущества и любые договора купли-продажи. Имущество, чтобы наши граждане не теряли квартиры, машины и так далее. Депутаты ЛДПР считают, что продукты питания, продающиеся в российских магазинах, необходимо обязательно маркировать. Подобная практика широко используется на Западе, где покупатель по цвету маркера понимает, какого качества товар приобретает. Во многих странах товар маркируется. И, соответственно, если товар несет какой-то вред, он маркирован. Ну, предположим, красным. Цвета используются разные. И, соответственно, если он полезен, либо меньше вреда, он маркируется другим. То есть, на самом деле, это очень полезная мера. Почему? Потому что многие у нас граждане к врачу не ходят, соответственно, часто не вникают в какую-то проблематику. И товаропроизводители, нехорошие товаропроизводители, назовем их так, неответственные, эти пользуются. Например, вот в любом супермаркете можно прийти и увидеть, есть такая линейка продуктов фитнес. Так и называется. Сыр фитнес, предположим. Почему? Потому что там снижено содержание жиров. И, дескать, человек, который находится на некой диете, поддерживает ее, предположим, решил похудеть, он, соответственно, эти сыры видит, ну, видит, читает фитнес. Фитнес, все здоровый образ жизни, содержание жиров уменьшено, буду брать. На самом деле, любая экспертиза покажет, что содержание жиров, это не так страшно, как высокое содержание сахара, тем более для тех, у кого сахар превышен. И почему-то вот это, соответственно, не указывается, и вот это не учитывается. В других странах, повторюсь, вот, например, есть примеры, когда подобные товары маркируются. И человек, у которого повышенный сахар, либо он знает, соответственно, о своих каких-то проблемах, он сразу же видит, что вот эти продукты, вот эта линейка продуктов ему не подходит. Также есть мировая практика, когда, опять же, безответственным товаропроизводителям запрещено приписывать своим товарам, в частности, товарам сельхозпора, назначения происхождения, те свойства, которыми они не обладают. Так, например, у нас постоянно в рекламе и даже на упаковке один из производителей молочной продукции рассказывает, как там все всему способствует, и пищеварению, и чему, в общем, только не способствует его продукция. На самом деле, это международный бренд, и вот, например, в той же Франции были суды, и ему запрещено об этом говорить и указывать эти свойства на упаковке. Просто потому, что этих свойств, на самом деле, там, как и таковых, нет. Госдума приняла законопроект о создании единого ресурса сведения о населении России. Предполагается, что формирование такой базы поможет решить ряд задач государственного управления и позволит снизить бумажный документооборот. Документ прокомментировал депутат ЛДПР Андрей Свинцов. Будет рассмотрен законопроект от так называемого цифрового профиля россиянина. Это крайне важный законопроект. Введение этого профиля поручено налоговой службе. Суть очень простая. Огромное количество разной информации содержится в разных базах данных. Это сведения о паспорте, о дате рождения, о детях, о состоянии нахождения в браке, ННН, пенсионный номер, номер соцстрахования, данные прописки. Огромное количество данных, которые человека сопровождают всю жизнь. Но эти данные часто меняются. В случае, если кто-то выходит замуж, женится, меняет фамилию. Меняет место проживания, меняет прописку. Какие-то еще документы теряют, в том числе и паспорт. Меняется номер паспорта и так далее. Постоянно идет замена разного рода документов. Постоянно нужно вносить данные в разные базы данных. И эти базы данных между собой никак не стыкуются. Их ведут разные ведомства. МВД, паспортный стол, ЗАГС, пенсионный фонд. То есть много разных мест, где вы постоянно обновляете данные. Для упрощения для наших граждан в целом управления своими записями в разного рода баз данных, создается единая база данных, так называемая контрольная, где будут храниться все самые свежие данные о гражданине. То есть вы поменяли паспорт, сразу автоматически полиция, паспортный стол направляет новые сведения о вашем паспорте в эту базу данных. То есть это такое некое хранилище, государственное хранилище данных о всех документах, которые выданы нашим гражданам. И это облегчает жизнь. Потому что вы когда идете, например, получать прописку, какой-то документ, свидетельство и так далее, у вас спрашивают обязательно документ, паспорт. А в базе данных, например, пенсионного фонда у вас еще числится старый паспорт. Они должны запросить, синхронизировать данные, что-то заменить. То здесь, в данном случае, все базы данных всех ведомств будут подключены к этой единой базе данных. И сведения о ваших документах будут обновляться автоматически. В четыре раза по сравнению с прошлым годом правительство Адыгей увеличило финансирование молодежной политики. В этом году сумма составила 13 миллионов рублей. Деньги пойдут на развитие нескольких направлений. Волонтерство, военно-патриотическое воспитание, молодежное предпринимательство, поддержка молодых семей, пропаганда здорового образа жизни. Я считаю, миссии государства должны ему дать только шансы и равные возможности. И за это и ребенок, и его родители, дедушки, бабушки уже будут благодарны. То есть, социальный запрос на справедливость равные возможности стартовые. Он существует. Поэтому, чем меньше будет детей, чиновников продвигаться по карьерной лестнице, всяких олигархов занимать высокие посты, тем лучше будет для молодежной политики. А то ты, значит, ковыряешься, ковыряешься, делаешь конкурсы для детей, творческую молодежь, талантливую продвигаешь. Артек вот Алексей поднял из руин за четыре года. А тут бац, на какую-то должность чья-то. Дочка, сынок и еще какие-то вот эти истории. Все это обрубает полностью мотивацию у детей, у их родителей, дедушек, бабушек. Вот и все. Вот главная проблема. И то, что сегодня, кстати, делает администрация президента, я хочу похвалить лидеры России конкурс тот же, да? Разные уровни резерва управленческих кадров, там, особенно в регионах. Это очень правильно. Это очень правильно. Но надо следить за тем, чтобы там не оказывались как раз-таки вот эти дети, внуки. И так далее. Что ж, они не люди, что понимаешь? Тут вот смотри. Должны быть равные возможности. И к этому часу у меня все новости. Оставайтесь на ЛДПР-ТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok